итак уважаемые коллеги мы сегодня проводим второй выпуск новостей медицины пробуем дальше продолжать наш проект и сегодня мне кажется будут очень интересные несколько совершенно новых публикаций которые появились буквально вот на днях это публикации которые касаются и не медикаментозных методов вмешательства и хирургических методов вмешательства при различных заболеваниях и вот первая очень интересная публикация это связь ежедневного подсчета шагов со случаями деменции у взрослых проживающих в великобритании это такой очень интересные популяционные когортные исследования uk биобанка и последующие наблюдения почти 78 тысяч пациентов в течение почти 7 лет кого включали в это наблюдение включали людей которые носили акселерометры так называемые на запястье то есть приборы которые позволяли оценить физическую активность и второй критерий включения это отсутствие сердечно-сосудистых заболеваний онкологических заболеваний и деменции ну и что было первичной конечной точкой впервые диагностированной деменция это вот как раз то что являлось конечной точкой и что же мы увидели в этом в этом когортном исследовании мы увидели что большее количество шагов было связано с более низким риском развития деменции связанные со всеми причинами в том числе и сосудистой деменции болезни альцгеймера да полученные данные свидетельствуют о том внимание что примерно 10 тысяч шагов а по факту 9826 шагов в день может быть оптимальным расстоянием связанным с наиболее низким риском развития деменции смотрите то есть вы помните раньше говорили о том что 10 тысяч шагов в день мы должны делать обязательно и в общем то это из головы появившиеся цифра появившиеся в японии во время олимпиады который проходил в японии когда появились первые шагомеры и вот было сказано что 10 тысяч шагов это круто это здорово так вот в этом исследовании действительно доказано что те ученые попали в точку да то действительно почти 10 тысяч шагов но вот обратите внимание я бы наверное здесь обратил внимание на то что меньше 10 тысяч шагов плохо и больше 10 тысяч шагов тоже не очень хорошо потому что это повышает риск развития деменции поэтому вот оптимум до приблизительно 10 тысяч шагов вот такое вот очень интересное исследование вот еще одно исследование которое тоже популяционные проспективное когортная это почти 95 тысяч пациентов чуть меньше юна ю юки биобанка и здесь оценивалась как раз вот влияние физической нагрузки на возникновение сердечной недостаточности пациенты тоже носили акселерометры на запястье и выполняли определенную умеренную низкую или интенсивную физическую нагрузку то есть разные варианты физической нагрузки и дальше смотрели что каков каков прогноз до оказалось что физическая активность измеряемая прибором особенно умеренная активность ассоциировалась более низким риском развития сердечной недостаточности выполнение умеренной физической активности сверх текущих рекомендаций связано с дальнейшим снижением риска сердечной недостаточности то есть умеренная то есть получается вот смотрите что здесь фактически повторяется та же закономерность которые мы увидели в предыдущем исследовании да что если это нагрузка такая достаточно интенсивная то есть при низкой нагрузке риск один при более при умеренной нагрузке риск снижается а при уже избыточной нагрузки при выраженной нагрузке риск опять повышается то есть смотрите вот эти два исследования они показали что в принципе и что и маленькая физическая нагрузка плохо но и избыточная физическая нагрузка тоже в общем то не является оптимальной да ну вот вы видите что избыточная нагрузка это более 300 минут в неделю до умеренной нагрузки либо интенсивной нагрузки более 150 минут в неделю вот такие вот здесь были градации ну в целом как бы вроде бы ничего нового в этих двух исследованиях нет действительно физическая активность давно уже известно что во первых она профилактирует деменцию да во вторых что это самый доказанный метод профилактики деменции и единственное что мы в первый раз вот задокументировали вот эту вот это число почти десять тысяч шагов в день что это правильно это доказано улучшает к по крайней мере когнитивную функцию и очень интересный вот этот результат из точки зрения влияния на сердечную недостаточность и на деменцию да что есть определенный оптимум физической нагрузки меньше плохо больше тоже плохо да или по крайней мере эффект уходит от превентивной превентивности вот этой физической нагрузки поэтому мне кажется это очень интересные данные на которые безусловно следует обратить внимание еще одна очень интересная публикация вот только-только она появилась эффективность телемедицины для лечения сердечно-сосудистых заболеваний это такой систематический обзор и мета анализ 34 исследований в которых принимали участие более 13 тысяч участников половина мужчин половина женщин и продолжительность исследования было от 3 до 79 месяцев то есть это было ну там более шести лет до наблюдения в ряде случаев телемедицинские вмешательства это дистанционные консультации между пациентом и медицинским работником имелись ввиду и дистанционный мониторинг здоровья с помощью ну определенных гаджетов да и передачи данных медицинским работникам что смотрели смотрели смертность связанную сердечно-сосудистыми заболеваниями ну и вторичными точками были госпитализации смерти от любых причин госпитализации от любых причин и что оказалось вот тоже вы знаете ну вот не все так предсказуемо потому что ну кажется что ночью конечно это лучшее здорово и должно улучшать прогноз но так и получилось да что действительно дистанционный мониторинг и дистанционное консультирование действительно снижает риск госпитализации риск смерти от сердечной недостаточности да но в краткосрочной перспективе то есть до года то есть при наблюдении до 12 месяцев мы наблюдали улучшения а вот при наблюдении более 12 месяцев это улучшение купировалась при более длительном наблюдении и вот как бы как расценить результаты этого исследования это как бы особенный разговор и здесь объяснение может быть очень много может быть все таки то что пациенты меньше внимания уделяли когда они находились на телемедицинском наблюдении и меньше акцентировали внимание на тех проблемах до которые нужно было контролировать потому что им было удобно до связываться дистанционно ко врачу они не ездили и может быть меньше внимания уделяли менее тщательно следили за параметрами например работы сердечно-сосудистой системы может быть все то есть все таки вот очное такое через какое-то время общение с врачом вероятно необходимо да и вот в принципе в перспективе года мы видим что да и результат есть а через год уже этот результат он уходит поэтому по-видимому все таки очное общение заменить ничто не может а дистанционное консультирование действительно вот пока имеет действительно эффект но в каком-то определенном ограниченном времени ну давайте смотреть дальше это всего лишь одно исследование а вот еще одно исследование а тоже вы знаете тоже интересное и результат у него тоже не неожиданно эффективность комплексного вмешательства состоящего из питания в группах это было в группах и питание физическая активность для предотвращения развития синдрома старческой астении то есть синдрома фрэлти у пациентов прихрупких даст при астении или префрэлти синдромом то есть это были пациенты фактически возраст их был 75 и старше средний возраст больше 80 лет в большей степени 60 почти процентов это были женщины более почти 2700 и 2678 пациентов наблюдались они в течение двух лет у у них не было нам на момент включения деменции и серьезных сопутствующих заболеваний они могли самостоятельно себя обслуживать то есть они могли пользоваться дома там кухонной утварь утварью они занимались какими-то физическими упражнениями без рисков умеренной интенсивности и дальше их распределили на разные программы и кому-то делали программы только на баланс и силу у кого-то были программы когда их обучали предположим правильному питанию и были кулинарные курсы а у кого-то было и то и другое и что оказалось до исследование не показала что комбинированная программа который объединяет физическую активность и питание было эффективно в снижении риска развития синдрома старческой астении у пожилых с прехрупкостью хотя в каждой отдельной программе наблюдались краткосрочные эффекты не было получено четких доказательств долгосрочного воздействия но вот просто совсем непонятно и совсем нелогично да почему каждое отдельное вмешательство влияет на прогрессирование хрупкости а когда они вместе это фактически на прогрессирование синдрома старческой астении не влияет но я здесь могу вот лично мое объяснение все-таки такое что если вернуться сейчас критериям включения в это исследование то все-таки они недостаточно строги и мы все-таки здесь не видим какими болезнями болели эти пациенты да то есть все-таки это должна быть более четкий более четкие критерии отбора вполне возможно что в группе где была комбинированная вот это комбинированное вмешательство не медикаментозное просто были был больший спектр хронических возраст ассоциированных заболеваний большее количество например пациентов с диабетом и так далее и так далее поэтому я считаю что ну вот результаты этого исследования вот на мой взгляд они вовсе не говорят о том что комбинация коррекции питания физической активности активности не являются самым эффективным методом предотвращения синдрома старческой астении а ну вот я это пролистаю да давайте вот еще одно исследование исследование которая изучала рутинное стресс тестирование у пациентов с высоким риском сердечно-сосудистых событий подвергшихся через кожному коронарному вмешательству всего участников было более 1700 продолжительность наблюдения два года и средний возраст в этом наблюдении был 65 лет кого включали в это исследование это были пациенты которые перенесли через кожное коронарное вмешательство и которые являлись входили в группу высокого риска сердечно-сосудистых событий клинические характеристики высокого риска это диабет почечная недостаточность это острый коронарный синдром ну и были сформулированы специальные критерии исключения такие как кардиогенный шок там лечение только голометаллическими стентами или баллонной ангиопластикой беременность ограниченная продолжительность ожидаемая продолжительность жизни участие в другом исследовании ну в общем вот такие критерии да и первичной конечной точкой была смертность от всех причин инфаркт миокарда или госпитализации по поводу нестабильной стенокардии через два года а вторичной конечной точкой инвазивная коронарографии через два года и повторная ревоскулиризация через два года что мы видим в результате мы видим что среди пациентов перенесших ЧКВ и имеющих анатомические или клинические характеристики высокого риска рутинное функциональное тестирование через 12 месяцев не принесло пользы рутинное функциональное тестирование было связано с численным увеличением инвазивной коронарографии и повторной ревоскулиризации через 24 месяца однако это не уменьшило чистоту неблагоприятных сердечно-сосудистых событий то есть другими словами опять же вот это вот вмешательство инвазивная коронарография и повторная ревоскулиризация не уменьшило чистоту неблагоприятных исходов то есть вот и в предыдущих новостях мы с вами разбирали подобные исследования которые демонстрируют нам что все-таки при стабильном течении ишемической болезни сердца преимущество имеет безусловно оптимальная самая современная медикаментозная терапия перед чрезкожными коронарными вмешательствами вот на сегодня небольшой спектр новостей медицины я надеюсь что мы увидимся с вами на следующей неделе спасибо хорошего дня спасибо dit появилась на канале я